В выходные дни полицейские провели масштабные рейды на территории Рязанской области. В ходе оперативно-профилактических мероприятий раскрыто 63 преступления и выявлено 2044 административных правонарушения. Задержан один человек, находившийся в федеральном розыске. По горячим следам задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в совершении в отношении двух женщин, разбойного нападения и ограбления. По линии ГИБДД акцент делался на выявлении водителей в состоянии алкогольного опьянения и других грубых нарушений правил дорожного движения Российской Федерации. Сотрудники госавтоинспекции составили материалы в отношении 38 лиц, управлявших транспортным в нетрезвом виде. В ходе рейда в сотрудники полиции зафиксировали 31 факт нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, изъято 346 литров неправомерно продававшегося алкоголя. Гражданам выдано 587 уведомлений по соблюдению мер самоизоляции ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции. Для проверки в территориальные отделы доставлялись иностранные граждане, в отношении семерых из них составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства. Сотрудники различных подразделений ОМВД осуществили выезд в межмуниципальный отдел МВД России Шиловский, проверили Шиловский и Чучковский районы. Во время ночного патрулирования полицейские получили сообщение, что в одном из сел Чучковского района во время групповой драки получил ножевое ранение грудной клетки 17-летний местный житель. Полицейские немедленно прибыли на место преступления. В результате прочесывания местности быстро установили местонахождение и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель другого региона, находившийся в командировке. Возбуждено уголовное дело. В ходе отработки административных участков полицейские установили два факта реализации спиртосодержащей продукции в частном секторе. При проверке торговых объектов выявлены пять правонарушений в сфере торговли алкогольной продукцией, реализации спиртного после 22 часов и продажи просроченных товаров. В частности, полицейские установили, что одно из придорожных кафе в Шиловском районе продает алкогольные напитки в ночное время и при этом отсутствует лицензия на реализацию водки. Нарушителей ждут внушительные штрафы. В рабочем поселке Шилово полицейские выявили факт реализации товаров с признаками контрафактности. В торговом зале одного из магазинов обнаружены изъяты 64 адаптера, 10 сумок и 5 джинсов известных марок с признаками подделки. В двух аптеках Шилово полицейские выявили два факта реализации лекарственных препаратов без рецепта. Оперативно-профилактические мероприятия будут продолжены на регулярной основе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...